Итак, мы продолжаем наш курс, посвященный истории церкви, и у нас начинается, как бы, ну, наверное, основной его блок, но сразу предупрежу, да, что, как бы, с сегодняшней лекции и далее слабонервных просим удалиться, так как мы начинаем эпоху Вселенских соборов. То есть, все, что до этого вы, как бы, думали о святых отцах, можете смело забыть и обнулить абсолютно под корень, потому что мы теперь увидим эту историю совершенно с другой стороны, в самом хорошем, конечно, смысле этого слова, но, как в любом классическом голливудском боевике, все хорошее будет в самом конце. Если серьезно, да, то смысл каков? До определенного момента времени, да, мы говорили с вами, церковь сознательно не выводит свое учение в рамках каких-то системных, четких, отточенных формулировок. Потому что, кроме всего прочего, кажется, что оно и так общепринято и общепонятно, да, то есть, все ясно, вся эта вера, да нет, нет, если что не холодно совершенно, как окружающие. То есть, вся эта вера проповедана апостолами, собственно, в текстах новозаветных все понятно, да, но уже на этапе второго века мы с вами видим, да, что для целого ряда людей не все понятно даже на уровне новозаветных текстов. То есть, пожалуйста, какой блок из этих текстов мы включаем в канон, а какой не включаем. И вот у нас, например, тот же самый Маркион, который в свой Новый Завет включает 14 текстов, да, и вот, например, канон церкви, который включает 27 текстов в Новый Завет. Далее, да, определенного рода, ну, скажем так, догматические споры имеют место время от времени. Но, конечно, самым, скажем так, да, вот, радикально потрясшим церковь, наверное, даже не только для 4 века, а в принципе, ну, как минимум, да, вот, для этого периода, для периода соборов, конечно, становится самым жестким спором, самый базовый вопрос христианства, вопрос о Троице. То есть, мы впоследствии увидим в рамках логики развития Вселенских соборов, да, что они идут, ну, как бы, условно от общего к частному, да, то есть, вот, от самых глобальных вопросов к все более частным, все более конкретным. Ну, то есть, они начнутся с вопроса о Троице, а закончатся вопросом о почитании священных изображений. То есть, понятно, да, что, как бы, уровень вопросов несколько различен. Термин Троица, и это важный момент, да, не является библейским. То есть, изначально внутри священного писания само это слово мы нигде не встретим. Однако, это не означает, что, например, вера в Триединое Божество до какого-то момента времени не была характерна для христиан, а вдруг потом стала. Нет. Уже внутри новозаветных текстов мы регулярно видим целый ряд свидетельств о Отце, Сыне и Святом Духе. Однако, у ряда богословов, да, встает вопрос, кто эти личности? Ну, если с Отцом, как бы, постольку, поскольку понятно, да, что это некое, как бы, абсолютное начало, он и называется Отец, то в каких отношениях с Ним находятся вот эти Сын и Дух, и кто они онтологически, то есть бытийно? Это тоже божество. Это божество, но какое-то иное, отдельное. То есть, тогда, получается, Бог не один. Или же это не Боги, и Бог это абсолютная единица, а вот эти так называемые Отец и Дух, это что-то другое. Ну, может быть, например, какие-то его проявления, то есть то, чем он как-то взаимодействует с миром. То есть, может быть, это какое-то опосредование между Творцом и Творением. В мнении существовал целый ряд, да, ряд из этих ересей, да, как, например, у Павла Самосадского, да, или Савелянская ересь, то есть, они в свое время были осуждены, казалось бы, в общем-то, церковью преодолены. Но начало IV века ознаменовано вот этим радикальным разделением и противоречием, корни которого заложены еще в эпоху Диоклетиана и Галерия. Мы с вами об этом говорили в начале предыдущей лекции, да, когда последние императоры-язычники проводят наиболее жесткие последовательные гонения против церкви. И вот в тот момент времени, я уж прошу прощения сегодня, я время от времени буду к тексту обращаться, потому что, во-первых, у меня полностью не функционирует голова сегодня, а во-вторых, ввиду того, чтобы все-таки мне по персоналиям ни в коем случае не промахнуться. Да, так вот, в этот момент, да, получается, что в каких-то регионах кто-то сдает литературу богослужебную ввиду императорского указа, кто-то прекращает общественные богослужения, где-то ведутся открытые гонения на христиан как таковых, то есть все происходит по-разному, но, тем не менее, да, как бы давление системно оказывается. И мы говорили с вами, упоминали о примере Александрии, где епископ Александрийский Петр был вынужден выехать из города и как бы формально прекратить богослужение в самом городе. И вот здесь, ну и не только, кстати, здесь, а вообще церковная история прекрасно, регулярно, вот, подчеркивает правильность тезиса благими намерениями выслана дорога в ад. Это действительно так. Потому что мы упоминали с вами Милетия Ликопольского, митрополита Фиваиды, который, будучи епископом совсем другой области, оказывается в Александрии и, о ужас, местный архиерей бежал, церковная жизнь в разброде и шатании, богослужение не осуществляется, конечно же, плохо. Надо, чтобы стало хорошо. И чтобы стало хорошо, он рукополагает двух пресвитеров, которые будут, собственно, ну, как бы, хоть как-то окормлять Александрийскую паству, пока ее архиерей где-то там в загородных имениях. Одним из этих пресвитеров становится человек по имени Арий. С ним и будет связана вся ужасная, кровавейшая смута 4 века. Нужно заметить, что принцип организации епархии в Александрии был достаточно, ну, такой, своеобразный. Александрия делилась, если не ошибаюсь, на 7 кварталов, так как бы 7 городских районов. Александрийский архиерей назывался также Александрийским Папой, то есть в этом смысле Папа не только в Риме, но и в Александрии точно такой же. Папа еще и потому, что он начальник и над другими епископами тоже. То есть в большинстве случаев архиерей начальник из епископов только сам над собой. Здесь ему подчинен еще целый ряд местных епископов, а внутри города в каждом из кварталов существует своя церковь, ну, то есть свое храмовое здание, и, соответственно, свой главный ее пресвитер, ее настоятель. Вот настоятелем одной из таких семи церквей был как раз Арий. Нужно заметить, что Александрия – это огромный центр, то есть понятно, что одна церковь на квартал собирает огромное количество народа. При этом интересная деталь, да, ну, как бы для нас Арий сохранился в истории как чрезвычайно негативный персонаж, но в плане личном он был человеком достаточно личностно-притягательным. Он был аскетом, подвижником, воздержанником, абсолютно благообразного вида седовласым старцем, то есть пользовался достаточно серьезной народной поддержкой, любовью и уважением. И в итоге, при всем при том, он был не просто, скажем так, из ниоткуда милетием рукоположен в пресвитеры, он принадлежал к очень мощной восточной богословской школе Лукьяна Антиохийского. Вот что интересно, да, Арий – ученик Лукьяна, Лукьян присутствует в наших святцах, Арий, да, анафематствуется каждую неделю торжества православия. То есть вот как все близко друг с другом. Нужно заметить, кстати, да, что Лукьянова школа была одной из, наверное, самых мощных христианских школ. Лукьян, кроме всего прочего, еще и очень сильный, как бы, библеист, то есть библейский критик. Опять же, не в плане критики смысла, а в плане критики текста. То есть именно к Лукьяну и к Лукьяновым редакциям относится целый ряд вариантов новозаветного текста, которые вообще существовали вот в поздней истории. Так вот, кстати, замечу, к Лукьяновой же школе принадлежал потом еще целый ряд очень важных деятелей 4 века. И вот эта связь Ария с этими христианскими лидерами через Лукьяна, она оказала далеко не последнее влияние вообще на все развитие ситуации. Так вот, на определенном этапе Арий формулирует вполне себе конкретно учение, которое он, с одной стороны, считает абсолютно, ну скажем так, традиционным и от отцов заповеданным, но с другой стороны, собственно, тут же встречается с мощной негативной реакцией целого ряда православных, о чем Арий говорит. Мы можем обратить внимание на тексты, которые у нас сегодня перед глазами. Первый из них это фрагмент Талии. Это несохранившееся сочинение Ария, его как бы главный богословский труд. Он известен нам только через блок цитат, которые приводятся из текста у других церковных авторов. То есть Талии как таковой не сохранилось, вот только несколько фрагментов. Один из них, о чем учит Арий. Бог не всегда был отцом, но стал им впоследствии. Не всегда был сын, его не было пока не рожден. Он не есть от отца, но произошел из несущего. Не есть, собственно, от отчей сущности, потому что тварь и произведение. То есть первейший тезис. Бог как таковой один. То есть с точки зрения Ария ни о какой троице речи идти вообще не может. Вот есть только Бог как Бог. Сын, да, это ничто сотворенное, да, потому что он тварь, то есть творение и произведение. То есть он, безусловно, не божество. Христос не истинный Бог, но он обожен по причастности. То есть, да, как бы, ну кроме всего прочего, ведь мы с вами говорили о обожении. Да, о том, что оно очень по-разному воспринималось в античной традиции. Но в том числе даже, что императоры после смерти должны были переживать апофеоз, то есть обожение. Да, ну причем заметим, что христиане для описания этой, ну как бы, похожей идеей воспользуются совсем другим термином. Они будут говорить не о апофеозе, а о феозисе. То есть о становлении подобными Богу. То есть не обожение по природе. Здесь, соответственно, также, да, проводится идея, что Христос обожен. То есть ему, как бы, отец предает некие черты божества. Сам сын их не имеет. Сын не знает в точности отца. Да, то есть между ними нет вот этой прямой связи, на которой, кстати, настаивает Евангелие. Да, я и отец одно. Слово не видит отца в полноте. Слово не разумеет и не познает отца в точности. Христос не есть истинное и единственное отче слово, но по имени только нарицается словом и премудростью. И по благодати нарицается сыном и силой. Он не есть неизменяем, как отец, но изменяем по природе, как и твари. И немощен, чтобы совершенно постигать отца. Ну, то есть, отрывков этих есть еще целый ряд, но, в принципе, как бы, логика там будет вся примерно такого же типа. То есть, идея проста. Арий настаивает на совершенно простом, линейном, ветхозаветном монотеизме. Есть один Бог. Никакой сложной жизни внутри Него вообще не существует. Более того, между Богом и миром не может быть прямого взаимодействия, потому что его не может быть между несотворенным и тварным. То есть, между ними природное различие, нет точки соприкосновения. Поэтому Бог, как бы, из всего творения избирает эту точку, которую, условно, насильно тянет на себя, чтобы через вот этот контакт сопрячь все остальное с собой. То есть, как бы, как вот из клубка ниток он вытягивает одну и подтягивает за нее весь клубок. Вот этой ниткой является как раз Христос. То есть, но Христос природно принадлежит к клубку ниток, а не к тянущей руке. То есть, разница такова. Безусловно, такого рода взгляды нашли радикальное отвержение в богословской александрийской среде. Уж на что был оригинален ориген, да, в свое время мы говорили. Но даже у него такого рода тезисов мы не находим. То есть, в некотором смысле, арий из оригеновой среды и из лукьяновой среды, происходя, он доведет до логических точек все какие-то вот в намеках существовавшие мысли своих учителей. Это учение сразу отвергнет его местный епископ Александр Александрийский. И, казалось бы, до определенного момента времени, да, это все местный конфликт. Ну, то есть, в свое время триодологические ереси, то есть, ереси, неверно воспринимающие Троицу, были ведь и до этого. Это как раз и Савелианство на Западе, и Павел Самосадский на Востоке. Ну, как бы они также вот местно и закрывались, да, то есть, собирался, например, собор из местных епископов, тема обсуждалась, да, выносилось какое-то решение, все и тема закрывалась. Но здесь затея такова, что мы говорили, да, Арий как бы не существует как единица. За ним очень много кто еще стоит. Он, с одной стороны, и сам, одной из влиятельнейших христианских лиц Александрии, да, настоятель одной из семи ее церквей. С другой стороны, его, скажем так, бывшие одногруппники достигли еще более интересных мест в христианской иерархии. Их много, и здесь, как минимум, мы можем вспомнить двоих. Два Евсевия. Евсевий Кесарийский и Евсевий Некомедийский. Кесарийский, ну, как бы, чаще хорошо вспоминается, вот, в православном контексте, потому что он один из самых ранних церковных историков. Целый ряд вещей из жизни ранней церкви мы знаем только благодаря ему. То есть, именно в цитатах у него сохранился ряд самых древних авторов, как, например, Папий Иерапольский. Он абсолютный современник апостолов, да, он чрезвычайно важен для, как раз, вот, изучения процесса формирования библейского канона, и его тексты самого не сохранились. Только через Евсевия вот этими кусочками мы можем как-то воспользоваться. Евсевий Некомедийский, более негативно воспринимающаяся в православной традиции личность, потому что, кроме всего прочего, мало того, что он еретик, ну, как впоследствии окажется, да, он первый пример придворного епископа. Ведь до определенного момента времени, да, существовал просто прямой конфликт, там речи не могло идти ни о каком христианском консультанте при императоре. Да, а вот здесь, когда Константин обратился, да, когда он пытается построить империю по каким-то новым началам, ему, конечно, нужен какой-то вот этот мудрый, богопросвещенный муж, который будет его верно руководить в рамках этого дела. Надо заметить, конечно, что Константин и сам был далеко не дурак. И поэтому такого человека, как бы одного, он не выбрал. У него было несколько таких людей, чтобы не попасть под абсолютное влияние какой-то одной личности. Но вот одним из таких архиереев, который оказывал на него все-таки системное влияние в рамках данного процесса, стал Евсевий Никомедийский. А до момента, пока не был, собственно, отстроен Константинополь, Никомедия была, собственно, восточной столицей империи. То есть, по факту, он архиерей, как бы, столицы. Логично, что его взаимодействие с императором регулярно, и тема начинает обрастать уже другими смыслами. То есть, Арий обращается с апелляцией дальше. Вопрос начинает усложняться. В битву вступают его влиятельные одногруппники. Да, его, скажем так, интересы отстаиваются прямо перед Константином. Но и нужно заметить, что по всей видимости, по всей видимости, до самой своей смерти Константин так и не понял сути вот этого богословского прения. То есть, более того, для него все это было крайне травматично и крайне болезненно, потому что он смотрел на эту ситуацию так. Вот старая империя, руководствуемая вот этим всем жречеством, философами и всем остальным, она приказала долго жить. Вот теперь новая империя, просвещенная светом христианской истины, в единомыслии и в единоверии, будет абсолютным монолитом. То есть, у нее есть один правитель, одна вера, одна идея, которая ей руководит, все хорошо. И вот буквально, как только прошла череда его политических удач, вот он буквально до этих событий, наверное, года за четыре до этого победил Лициния, своего восточного коллегу. И стал, соответственно, императором всей империи как таковой. Вот ему надо бы теперь уже в покое сидеть и праздновать свои триумфы. И вдруг оказывается, только он объединил все политически, как все развалилось религиозно. Потому что Арий пишет письма не только к императору и не только через Евсевиев, а вообще по архиереям, с тем, чтобы защитить себя. Александр отправляет соответствующую же корреспонденцию. То есть, Восток начинает возмущаться на эту тему. До определенного момента времени, кстати, Запад, в принципе, на все на это смотрит либо достаточно спокойно, либо не смотрит никак. Иларий Пиктовийский потом заметит, это епископ Пуатье, что я много лет прожил в архиерейском сане, прежде чем узнал про Никейский собор. То есть, вот настолько западная жизнь была отделена от восточной. То есть, там-то это был Вселенский собор, собор, события, тысячелетия и все остальное. А где-то там, в этих французских провинциях, человек в покое совершает богослужение. Вообще не в контексте того, что там кто-то кого-то где-то преследует и анафиматствует за догматические вопросы. Там и далее, и далее. То есть, потом-то, конечно, он узнал и оказался в таком контексте, что дальше некуда. Но это будет потом. Итак, Александр на своем местном соборе Ария отлучает от церкви за неправомыслие. Евсевий, пользуясь своей политической мощью, собирает свой подвластный архиерейский собор, который указывает, что Ария отлучен ошибочно. Но ввиду того, что в отличие от империи церковная власть никогда не была централизована, а то есть не было единого лица, управляющего церковью вообще. Поэтому сколько бы Евсевий не хотел, все, что он может сделать, это только предложить Александру пересмотреть решение. То есть, не соблаговолили бы вы, пожалуйста. Александр не соблаговолил ни в каком виде. Более того, дело шло совсем негативно. То есть, как только Арий понял, что его позиции более-менее крепки, что ему есть на кого опереться, он начал откровенную кампанию по травле собственного архиерея. Ну, нужно заметить, что Александрия город большой, там есть не только христиане, это логично. И поэтому всегда было на какие рычаги нажать. Ну, то есть, вплоть до того, что подкупленные проститутки на углах улиц кричали о своей связи с Александром, а некоторые даже демонстрировали детей. То есть, что, конечно, как бы понятно в плане имиджевом, срабатывало, ну, мягко сказать, не лучшим образом. Однако, вот что пишет на эту тему Константин в итоге. Вот он победил Лицыния, вот он хочет жить в мире и покое, вот его окунают в этот скандал. Безусловно, никакого желания к этому у него нет. Его призыв к Александру и к Арию. О, благое и божественное провидение! Как жестоко поразило мой слух, или точнее, самое сердце, весь, что вы, через которых я надеялся дать исцеление другим, сами имеете нужду в гораздо большем исцелении. Ведь это же пустые слова, споры по ничтожному вопросу. Это вот то, как Константин смотрит на суть этого вопроса. То есть, еще раз повторюсь, для него до конца жизни острота богословского спора была просто непонятна. То есть, понятно, что есть Бог, понятно, что есть Христос. Как бы, да, он все это давным-давно выбрал и предпочел, и осознал. Но вот эти вот детали, то есть, ну, собственно, что в них? Ну, думай ты так, ты думай по-другому. То есть, живите в покое, я вам сказал. Для умственной гимнастики специалистов может быть и неизбежны такие споры, но нельзя же смущать ими слух простого народа. Виноваты оба и Александр, и Арий. Один задал неосторожный вопрос, другой дал необдуманный ответ. Далее император дает рекомендацию брать пример с языческих философов. Между ними тоже тысяча разных мнений, однако лицо они друг другу по этому поводу не бьют. А если так, то не гораздо ли лучше вам, поставленным на служение великому Богу, проходить это поприще с единодушием? Возвратите мне мирные дни и спокойные ночи. В противном случае мне не останется ничего другого. Дальше, как бы, по логике вещей, он должен пообещать им, что будет бить их плетьми. Но на самом деле нет. Мне не останется ничего другого, как стенать, обливаться слезами и жить без всякого покоя. Пока люди Божии, говорю о моих сослужителях, взаимно разделяются столь неоправданной гибельной распри, могу ли я быть спокоен в душе своей? Как красиво. То есть, граждане, вы спорите о каких-то бессодержательных вопросах, чтобы вернуть мне мое императорское спокойствие, я вам настоятельно рекомендую прекратить. Ну, то есть, понятно, что такое настоятельная рекомендация от лица императора. Но! Важно, что Константин все-таки не действует в этой ситуации с позицией силы. Он пытается именно увещевать. И для того, чтобы, ну, как бы, в тех процессах, в которых он ничего не понимает, все-таки, как бы, как-то разобраться, он отправляет это письмо не просто с Нарочным до Александрии, он отправляет его с другим епископом, с Осией Кордубским, Кордова, Испания. А едет с Мессией на местах разобраться, как дело выглядит. И Осия, как человек все-таки достаточно высокого и образования, и духовной жизни, буквально сразу же понимает, кто здесь прав, кто виноват. Он сразу занимает позицию Александра, и весь дальнейший период времени он системный противник Ария. А Осия это второе такое же влиятельное лицо при Константине, как Евсевий. То есть, получается, около Константина два представителя, православный и Арианин. Каждый из которых дует императору в уши какие-то совершенно конкретные тезисы. Человек, у которого, да, опять же, находится немножко в другом контексте. Там у него восстание, здесь у него мятеж, да, тут у него подпирает какой-то внешний враг и параллельно империя, от которой он хотел покоя, и единомыслие устраивает ему вот такое вот. То есть, понятно, что Константин, мягко сказать, недоволен. Но в итоге Константин приходит к уникальному решению в плане, как бы, уникальному доселе невиданному. Как бы, услышав, с одной стороны, много чего от Евсевия, потом много чего услышав от Осии, который побывал и в Александрии, потом прошел по Палестине, встретился там с Евсевием Кесарийским, дошел до Сирии, то есть, он снял, как бы, всю эту повестку, всех выслушал, все понял, все до императора донес. Константин понимает, что как бы нет, по всей видимости, вот хотя это и пустые словопрения, но решить их легко и безболезненно все равно не получится. И он обращает внимание, и вот здесь ряд исследователей считают, что здесь не последняя роль как раз Осии, на институт соборов, ведь церковь, в общем-то, все свои вопросы решает соборно. Тут епископ так решил, а вот здесь он так решил, пусть собор архиереев растудит, кто решил правильно, а кто решил неправильно. Но параллельно подходит двадцатилетие императорского служения Константина. Соответственно, под это дело он готовит какие-то большие мероприятия. Ну, логично же. И у него в голове все сошлось. 325 год будет годом Вселенского собора. То есть, двадцатилетие моего правления я знаменую сбором в одном месте епископов со всего света. Сильно ведь. Сильно. Что он делает? Империя оплачивает весь этот процесс от начала до конца. Посыльных лошадей, проживание в Никее, целый ряд других моментов. Все это за полный Константина в счет. Константин приветствует каждого участника собора лично, встречая в дверях. Лобзай это его оказывает всяческие любезности, особенно мученикам, потому что еще к этому моменту времени многие архиереи, приехавшие на собор, это люди, которые сидели при предыдущих императорах, были в ссылках, потеряли руки или ноги, и, соответственно, как бы, конечно, их трогает такое отношение императора к их страданиям. Собор собирают очень пышно, и вот здесь специфика-то какая? В поместных соборах все понятно. Кто глава этой области, тот собором и руководит. Ну, вот, условно, собираемый собор Ярославской епархии, руководить им будет митрополит Ярославля, потому что это митрополия, это главный город. Также, например, там, Александрийский собор собирается, вот им руководит Александрийский папа, ряд остальных епископов как бы находятся в прениях, например. А как здесь? Ведь нет универсального епископа над всеми, который бы руководил этим собором. Епископы собраны откуда угодно. Ну, он, конечно, вселенский постольку, поскольку, с одной стороны, это, конечно, огромное число архиереев, 318 человек на него собирается, с другой стороны, например, весь Запад представлен тремя участниками. Ну, то есть, вот опять же, повторюсь, да, что для большинства из Западной Церкви, вот до определенного момента времени это даже как вопрос не стояло. Но это опять же потому, о чем мы с вами говорили, да, разница языков. Вот то, о чем говорят на Востоке, не вполне понятно, как богословская повестка на Западе. Ну, например, также, да, призываются епископы и даже из-за границы империи. От Кавказа, от Черноморских территорий, из Персии. То есть, все равно представительство очень большое. Тот же самый святитель Спиридон, да, участник этого собора, святитель Николай, по всей видимости, участник этого собора, до определенного момента времени считалось, что это, ну, скажем так, мифологический сюжет, да, что он не принимал в нем участие. Но важно иметь в виду, что есть списки участников, где он не значится, но есть списки участников, где он значится. То есть, полного списка в 318 человек нет. То есть, это просто свидетельство историка. Поэтому вполне возможно, потому что, например, тот же самый Кипр приехал практически во всей своей полноте. опять же, да, как бы, поэтому, в принципе, как бы, проблемы в том, чтобы он участие там принял, нет никакой. Начинаются прения. Император присутствует на соборе как раз вот в рамках такого рефери, в рамках этого процесса, да. Опять же, замечу, да, что император не крещен. то есть, он, как бы, он скоро войдет в число оглашенных, ну, то есть, уже, как бы, готовящихся к крещению, но на этот момент времени еще нет. То есть, это языческий император, который собрал христианский собор для решения христианских догматических вопросов и занимает на нем судейскую позицию для того, чтобы одна часть боголюбезных отцов не переубивала другую. В принципе, все естественно. Вот этот принцип работы он берет из римского сената, потому что, да, как раз вот такого рода заседания, прения, принятия решений, как бы, для государственной практики вещь, в общем-то, понятная. Собор заседает, на нем, собственно, причем, длится он не очень долго, он открылся 20 мая, 19 июня было уже принято главное постановление, а 25 августа уже было торжественное закрытие с юбилейным банкетом в честь 20-летнего пребывания Константина на престоле. Все. То есть, в один сезон уложились. То есть, за лето, как бы, и все вопросы решили, и Константинов юбилей отпраздновали, и по домам разъехались. Что самое специфичное, долгое время как бы осы спорили вот над этими формулировками, особенно не приходя ни к каким конечным выводам и итогам. прения шли достаточно болезненно. К тому времени, например, уже как пособника Ария отлучили от церкви Евсевия Кисарийского от того самого историка. Кстати, Евсевий Кисарийский это автор текста Вита Константини, жизнь Константина. То есть, он его биограф. Поэтому, кроме всего прочего, в ряде соборных решений император особенно благожелал, чтобы Евсевия все-таки вернули в церковное общение. Ну, и мы пошли навстречу. Так вот, именно Евсевию Кисарийскому принадлежит идея, ну, как бы, чтобы умерить всю церковь, сойтись на тексте старого крещального символа веры. Ну, то есть, логичность вера, разделяемая всеми в самом прямом смысле слова. Каждый, кто крестится, ее гласно озвучивает перед крещением. Все логично, все логично. Но проблема в том, что символ веры не содержал как бы узких, однозначных богословских формулировок. То есть, ну, например, фраза, что сын от отца, она же может быть трактована как угодно. Он от отца вот в плане, да, как бы, бог от бога. Или это он от отца, как все творение от отца. Вообще, все, что в мире существует, оно все от отца. И вот здесь, да, как бы, мы видим, да, с одной стороны ариане напирают на расплывчатые формулировки. Остановимся на символе веры. Вот какой он был, от отцов преподан, на том и будет. Ассия, со стороны православных, закидывает императору другую идею. И вот она сыграла решающую роль. Он, как бы, понятно, что предлагает ее не Ассия, а сам Константин. Говорит, прекрасная идея. Давайте остановимся на символе веры. За маленьким но. Добавим в него одно единственное слово. Просто, чтобы уточнить повестку. Сын, пусть будет определен, как единосущный отцу. И это проясняет все сразу. Ведь хорошо же, хорошо же. участники собора подписываются под соборным вероопределением все за исключением двух. Причем не подписались два ливийских епископа, область которых была параллельно в рамках соборных решений приписана к области Александрийского Патриарха. То есть не из догматических соображений, а в принципе в честь чего бы это вдруг. То есть все остальные приняли это решение как один, включая всех Евсевиев, Ария, там и всех-всех-всех. Казалось бы, то есть Константин мог праздновать двадцатилетие в абсолютном покое и все сработало. Причем термин происходил из Александрийской же школы. То есть Осия тоже его не сам выдумал. Александр Александрийский присутствовал на соборе, с ним присутствовал его, скажем так, референт, диакон Александрийской церкви Афанасий. И, видимо, Афанасию принадлежит идея термина единосущая. Он ее как бы сумел донести до Александра, Александр до Осии, Осия до Константина, Константин до всех. И так дальше исторически сложится, что Афанасий будет вынужден, скажем так, трудиться над апологией этого термина всю свою жизнь. То есть он его предложил церкви, но он свою жизнь положит на то, чтобы церковь рецепиировала это, то есть сумела это услышать и принять. Собор закончился, все счастливо разъехались. Текст был примерно следующим. Веруем в единого Бога Отца Вседержителя, Творца всего видимого и невидимого, и в единого Господа Иисуса Христа, Сына Божьего, рожденного от Отца, единородного, то есть из сущности Отца, Бога от Бога, света от света, Бога истинного от Бога истинного, рожденного несотворенного единосущного Отцу, через которого все произошло, как на небе, так и на земле, нас ради человеков и нашего ради спасения сшедшего и воплотившегося, вочеловечившегося, страдавшего, воскресшего в третий день, вошедшего на небеса и грядущего, судите живых и мертвых и в Святого Духа, Аминь. Определение заканчивалось анафематизмом. Говорящих, что было время, когда не было Сына, или что Он не был прежде рождения и произошел от несущего, или утверждающих, что Сын Божий из одной ипостаси или сущности, или создан, или изменяем, таковых анафематствует Кафолическая Церковь. То есть, по факту, вероопределение все-таки отличается от нашего привычного сейчас нам символа веры, но восходит к крещальному символу. Опять же, замечу, к крещальному символу одной из церквей, потому что каждая церковь все равно как бы в рамках своей литургической практики пользовалась каким-то своим символом веры. Ну, например, существует так называемый афанасьевский символ веры, то есть, символ веры, которым пользовалась Александрийская Церковь. Существует еще ряд крещальных символов веры, которыми пользовались другие церкви. Опять же, здесь не было какой-то вертикальности, вот этой отстроенности, просто потому что она казалась не нужна, то есть, все же исповедуют одну и ту же веру. Потом практика показала, что она ой как нужна. Так вот, все все подписали, да, от епископов на соборе председательствовал патриарх антиохийской церкви, да, то есть, все разъехались мирно по домам, и маленькое но, да, как бы, соответственно, евсевии вернулись на свои кафедры, то есть, вроде бы, как бы, тишина и покой. Ари, соответственно, был из церковного общения отлучен, как возмутитель, еретик и все остальное. На этом соборе. Да, то есть, казалось бы, вот оно, как бы, все, и тут и сказке конец. На самом деле, это только начало. То есть, как старый придворный интриган Евсевий Некомедийский понимал, что большинство отцов собора вообще не очень поняли смысла и значения этого термина. Более того, не просто не очень поняли, а уехали домой в большом смущении. Почему? Ну, потому что, если троица, это не библейский термин, мы встречаем там только отдельно отец, сын и святой дух, но уже со второго века все-таки, да, этот термин регулярно употребляется, то единосущие, это чистый философский термин. Он вообще никак не зациклен в библейский текст. Не так, ни эдак там не встречается. Соответственно, как можно церковную веру определять философской терминологией? Это же внешний и чуждый термин. И большинство отцов уехали вот как бы в такого рода сомнениях. И оба Евсевия это прекрасно понимали, что теперь, когда вот вроде бы все выдохнули и успокоились, можно начать настоящую системную работу. И они ее начали. То есть, опять же, как бы здесь, наверное, все-таки большая ответственность на некомедийском Евсевии, чем на кисарийском, но тем не менее. Начинается, во-первых, процесс выдавливания системных сторонников единосущие. То есть, ведь были же епископы, которые сознательно продавили этот термин, которые за ним что-то видели и понимали, что он значит. Поэтому, кроме всего прочего, одним из первых удаляется в ссылку патриарх антиохийский по целому ряду обвинений. То он оскорбил цареву мать, когда она путешествовала в Палестины, совершенно мрачная история, ничем особенно не подтвержденная. А то там еще против него выдвигается ряд обвинений. В итоге он отправляется в изгнание с большинством клира. То есть, большинство священства последовало за ним. Ну, как за абсолютно неправедно осужденного. При этом, ну, например, до Рима далеко, да, и римского архиерея как бы оттуда особенно никак не сдвинут. Поэтому, как бы, эту тему они до какого-то момента времени закрывают. А дальше умирает Александр и на его место избирают о ужас Афанасия. То есть, абсолютно системного православного, который вот сам этот термин предложил, который на нем настоял и который понимает, что он значит. И начинается настолько черная кампания по поводу Афанасия, что сравнить ее вообще можно мало с чем. то есть, вот современные нам средства черного пиара, вот это четкий пример того, что нет ничего нового под солнцем. То есть, в свое время все это работало прекрасным образом. С Афанасием вот какая штука. В это время в Александрии существует вот этот небольшой раскол и Афанасия, кроме всего прочего, звучит своеобразно, но его в этом обвиняли на самом деле. Перед императором обвиняют в том, что он убил альтернативного епископа, отрезал его руку и используют ее в своих чернокнижных ритуалах. Евсевий собирает в Тире собор, который отлучает Афанасия от церкви. Афанасий приводит этого епископа живьем и тот демонстрирует обе руки и это не срабатывает. К императору пишется донесение о том, что Афанасий подговаривает Александрийских докеров к забастовкам. Что такое Александрийские докеры? Это люди, которые в прямом смысле осуществляют прокорм всего остального Средиземноморья египетским зерном. Грузят его на корабли, которые счастливо отправляются по всему Средиземноморью. Это забастовки страшнее, чем желтые жилеты. Это просто голод. Несколько раз Афанасий вынужден ездить к Константину и доказывать на пальцах свою невиновность. То есть, что у мужика осталось обе руки и он жив. Что с докерами он вообще никогда ни о чем не договаривался. Но вот этот момент как бы четкий пример того, что ложечки-то нашлись, а осадочек-то остался. То есть, вроде как бы Афанасий обо всем проговорил и во всем невиновен, но Константин, который больше всего на свете любил мир и покой, все равно начал воспринимать его как какого-то смутьяна и личность в общем-то неблагонадежную. И как бы относился к нему ну как бы более чем холодно. Соответственно, глава антиохийской кафедры сменен. В итоге с Александрийской кафедрой тоже дело как бы движется к решению. Более того, на каком-то этапе Афанасий немножко неудачно подружился с Маркелом Анкирнским. То есть это епископ тоже абсолютный крайне антиорианин. Он как бы не признавал конечно никаких этих диких тезисов, которые Арий предлагал. Но как сказать он пересолил в обратную сторону. Маркел считал, что сын не просто во всем подобен отцу, а что и сама эта разница существует только пока есть время. то есть в рамках истории Бог реализует себя как отец и сын. А ведь сказано в Писании, что потом сын все приведет к отцу и будет Бог все во всем. из чего Маркел делает вывод, что различия между отцом и сыном потом не будет. Бог будет абсолютной единицей во вне времени. То есть вот закончится история мира, пройдет страшный суд, и Бог будет реализовывать себя как единица. Такого рода учения безусловно восточная церковь как бы не приняла. то есть это ну как бы очень странно. Более того это такой отголосок западного модализма. Там существовала ересь, которая утверждала, что например отец, сын и дух это вообще не и не отдельные личности безусловно. Это модусы божества, то есть проявления. Вот в этот момент времени он проявляет себя как отец. А вот в этот момент времени он проявляет себя как сын. То есть в этот момент времени я проявляю себя как семьянин, а в этот момент времени как гражданин. Но это все я. Там природной разницы во мне ведь нет. Я просто поворачиваюсь той или другой своей функцией. Та ересь была давненечко уже на западе Анна Фематского. То есть что нет, это не маски, это реальные природы. Соответственно Маркела Восток воспринимает очень холодно. А Афанасий с ним задружился. Ну вот как бы на почве борьбы с орианством. И в итоге и Афанасий и Маркела Востока нафематствуют. Они вынуждены бежать на запад. То есть и история начинает приобретать совершенно ну скажем так своеобразное развитие. потому что Константин умирает и свою империю он пытается ну как бы поделить так же вот как в свое время диоклетиан на тетрархии. Каждому из своих сыновей дать одну четвертую часть. Чтобы они все вместе как бы в единомыслии этой империи управляли. Ну конечно это была абсолютно обреченная идея. Между ними очень быстро начинают назревать целый ряд конфликтов. Одна часть империи поджирает другую и очень скоренько их остается в итоге двое. То есть кого-то сместили скажем так в рамках внутренних интриг. То есть не в рамках какой-то войны между братьями. Кто-то воевал реально друг с другом. И в итоге как бы из четырех остается двое. Так кто у нас здесь сейчас одну секунду. Константина которому достался запад смещают практически сразу же. Констанцию достался восток. А Констанцу достался центр Италии и Северная Африка. То есть в итоге Констанц становится императором всего запада, а Констанцы императором всего востока. При этом западный император православный, а восточный император орианин. То есть так сложилось. ввиду этого понятно, что Афанасий и Маркел бегут на запад под понятную защиту. На востоке проводятся эти соборы, которые ханафиматствуют. И самая это неприятная вещь. Как бы это четвертый век, да, то есть совсем вроде бы все эти гонения и все остальное были недавно. Афанасий и Маркел как бы апеллируют к Риму. То есть просят его как бы третейского суда. И папа его с удовольствием дает. потому что считает, что он имеет право такого суда над любыми церковными делами. Что он как бы вот эта инстанция стоящая над всеми остальными. До формулировки папских приматов, то есть вот того как католицизм выглядит сейчас, еще ой как далеко, но уже четвертым веком вот эта логика присутствует. Папа Юли пишет когда Восток анафематствовал, Рим соответственно снял эти анафемы. Сейчас я найду где-то же у него был здесь очень интересный нет наверное не найду нет не найду фрагмент но смысл в том что папа указывает что как бы ввиду чего мы не имеем такого права если от Петра и Павла оно завещано нам. как бы быть третейским судьей над всеми вопросами. Нужно заметить что к этому времени получается что Афанасий дискредитирован и Восток по факту в практике вот этот термин единосущие так и не принял. Вроде как все согласились с Никейским собором а по факту вот такое как бы криптоарианство то есть до какого-то момента времени под прикрытая вполне себе существует и функционирует то есть не только Евсевии себя хорошо чувствуют а целый ряд их ставленников которых они посадили на места убранных ими епископов то есть арианский епископ в Антиохии арианский епископ в собственно Александрии их в принципе становятся больше и больше и больше потом восток конечно опомнится но это произойдет значительно позже вот о итогах арианских споров мы с вами поговорим в рамках нашей следующей лекции то есть там как бы мы придем к развязке всех этих вещей но еще раз повторюсь да то есть вот прошел собор вот Константин хотел мира дружбы жвачки вот не получилось ничего то есть все согласились все подписали все уехали по домам и забыли об этом как о страшном сне а оказалось да что только в такого рода решении было будущее церкви то есть церковь развивавшаяся в греко-римском мире как опять же как оказалось то есть отцы собора хотели бы думать по-другому да но вот практика их заставила оказалось что церковь не может более существовать только в библейской терминологии ее недостаточно оказывается что ряд вещей в библии вот так вот спекулятивно не выписан до точки вот этот фрагмент можно трактовать вот с этой стороны и вот с этой стороны вот этому тексту можно придать такой смысл и такой смысл например арий одним из главных точек опоры на библейском тексте избрал фрагмент из книги притч это ветхозаветный текст который вроде как бы ахрихетов мягко сказать вообще не повествует но мы же помним александрийская экзегеза она такая как бы своеобразная а что здесь на самом деле написано не про это про вот это господь избрал меня началом путей своих искренне это текст который говорит премудрость для ветхого завета он очень непонятен то есть что такое персонифицированная премудрость ведь бог один у него не может быть каких-то отдельно живущих проявлений что вот у него отдельно личностная премудрость отдельно личностное что-то еще как бы поэтому в ветхом завете как бы эта тема не особенно котируется и ария указывает вот это премудрость говорящая это и есть христос но только он избран началом путей то есть он как бы вот он первая точка для всего остального творения это вот к примеру тогда как можно по-разному пользоваться библейским текстом поэтому четвертый век как бы с безусловностью укажет отцам что новая терминология время от времени необходимо церкви чтобы подтверждать ее апостольское учение то есть то что этим термином апостолы не пользовались не значит что он не единомысленен им и вот из этой логики потом будут исходить все остальные вселенские соборы то есть что время меняется меняется язык и меняются вопросы и одна и та же апостольская вера нуждается в постоянной иной формулировке под каждую новую ситуацию не меняется вера но формулы изменяются безусловно и термин единосущая амаусиос а вот он в итоге войдет прямейшим образом да вот в эту сокровищницу православной мысли чем дело вышло в следующий раз спасибо 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 Продолжение следует...